В библиотеке номер один города Одинцова прошла масштабная реконструкция. Поменялись не только стены здания, но и изменилась концепция. Теперь это точка притяжения для всех возрастов и поколений. На этот раз для гостей библиотеки приготовили увлекательное путешествие по загадочным историческим местам Одинцовского района. Храм живоначальной Троицы, усадьбы Большие Веземы, Васильевская Марина и многие другие готовы раскрыть свои тайны. Организатором мероприятия выступил Одинцовский центр народного творчества и методической работы. Цикл программ для тех, кто не считает годы, это новая форма досуга людей, которые вышли на заслуженный отдых. Мы начинаем сегодняшнюю историю про усадьбы. А усадьбы совсем нам родные, усадьбы нашего района. И может быть вы о них знаете многое, где-то бывали, проводили праздники, а в некоторых, может быть, совсем никогда не были. И даже не представляете, какие вещи когда-либо и какие дела важные, императорски важные, государственно важные, творились под сенью раскидистых ив и прочих деревьев. Зрители отправились в путешествие по усадьбам Одинцовского района. Ведущая провела викторину. Самым активным и внимательным вручили подарки. Впечатления, конечно, очень большие. Очень понравились и очень интересные темы, которые должны нас интересовать, всех жителей района и всех еще людей. И такая тема очень, конечно, нужная для всех и интересная. Гости мероприятия погрузились в историю района, узнали тайны загадочных сооружений. Так, например, об усадьбе Веденска, подаренной императором Павлом I своей фаворитке Анне Лопухиной. Однажды император Павел, будучи на приеме, ему показали на одну красивую 19-летнюю брюнетку. И сказали, что он ей очень нравится. И путем таких дворцовых интриг эта брюнетка стала его фавориткой. Это была Анна Лопухина. Однажды, будучи на балу, она уронила перчатку. И первым ее поднял Павел. А перчатка была очень обыкновенного таракотового цвета. И Павел отдал эту перчатку и сказал, что строящийся Михайловский замок должен быть выкрашен в этот цвет. Но дворы, вся свита очень быстро подхватили всю эту историю. И в несколько месяцев все дома столицы, а столица была не Москва, вы помните, были выкрашены в таракотовый цвет цвета перчатки Лопухиной. На сегодняшний день многие объекты культурного наследия муниципалитета не подлежат восстановлению. История Одинцовского района, а также его тайны, которые хранили наши предки, не забываются, а передаются из поколения в поколение. Раиса Киян, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Раис Киян, Денис Харламов, телекомпания Одинцовского района,